Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 будут логарифмически расходящимися, по правде, будут логарифмически расходящимися. И это вы знаете. Почему это будет? Да потому, что здесь у вас инфракрасные будут. Вы же знаете, что есть в этих диаграммах наряду с ультрафиолетом, как сказано, мы научились бороться с помощью переномбировок, есть инфракрасные расходимости. И вот если мы вычислим f от 2 в квадрате, ну давайте я уже приведу его f от 2 в квадрате. Ну конечно, вот эту диаграмму мы посчитали, потратили, сколько потратили? Целых 2 часа практически на вычисление вот такой диаграммы, да? А эта диаграмма сложнее, да? Ну конечно, можно тоже за 2 часа вычислить. Кстати, ее тоже можно вычислить и с помощью дисперсионного соотношения. Если мы посмотрим на эту диаграмму, опять же, с точки зрения аналитических свойств. Смотрим, когда у нее появляется мнимая часть. Опять, если это k квадрат отрицательно, то есть в канале рассеяния мы смотрим, никакой мимой части у этой диаграммы нет. А если k квадрат будет положительность, то есть возможно рождение реальной промежуточной электронно-позитронной пары, которая потом рассеивается и переходит сюда. Есть, опять же, аналитические свойства этой диаграммы. Полностью аналогичным, аналитическим свойством под диаграммой для поляляционного оператора. И мы можем точно также использовать, вычислить мимую часть, а потом по мимой части восстановить всю амплитуду. Ну, а можно и глоб считать. В общем, глоб считать немножко сложнее, потому что здесь, видите, уже три пропагатора, да? Нам нужно объединять три пропагатора. И надо выводить, а как здесь? То есть, здесь у нас было однократное интегрирование по фейроновскому параменту, а там у нас были два интегрирования по фейроновскому параменту. Ну, то сложнее задача, конечно, и ответ сложнее. И мы не будем этим заниматься. Не будем. Нет, не будем. Я поэтому вам выпишу только ответ и только восемь точек, потому что точный ответ, точный ответ, он выражается через элементарные функции. Да? А вот восемь точеки, восемь точеки можно спокойно написать выражением. Два. 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 Эв. Восемь точеки. Давайте это и сделаем. Два. Эв. Восемь точеки. Два. 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 Двое. Два. Дельг разрезать, переходить по t. Плюс 2m логарифм. Вот видите, что у нас выпрыгнуло? Лянга выпрыгнула. Логарифм минус t делим на m квадрат. Ну все, хватит этого. Кстати, я уже напишу и здесь g от t. Мы говорим, что g от 0, а g от t при больших t. Это будет минус альфа m квадрат. Вот что здесь существенно. Значит, делить на π на t, а здесь логарифм минус t делить на m квадрат. Вот что здесь существенно. Существенно, что он падает, как m квадрат на t. Ну, в принципе, это исследовало ожидание. Здесь вот у нас живем-то их m, да? Но ясно, что никакой сигулянтности при m равно 0 не должно быть. И эта сигулянтность, вот она не сопрещается, вот этим m квадрат на t. И, ну, этот логарифм, логарифмический рост, конечно, он планирует со степенной падениями. Главное, конечно, здесь степенной падения. Здесь вот f от t. Что же здесь в то f от t интересное? Ну, во-первых, то, что содержит два логарифма. Ну, то, что содержит два логарифма, этот t в принципе-то мы и знаем. Да? Знаем. Даже более того, мы можем написать эти два логарифма, да? Что мы знаем? Мы знаем, что вот здесь есть, ну, один логарифм, инфракрасный логарифм. Видите? Масса фотона, да? Инфракрасный логарифм. А второй логарифм какой? Калиниарный логарифм. И мы же знаем, на самом деле, что вот этот логарифм, вот эта инфракрасия, инфракрасия, должна сокращаться, это же абитуальная поправка к вершине. Она должна сокращаться. С чем она сокращается? Ну, не может инфракрасной расходимости. Инфракрасная расходимость физических экспериментов, да? Эта инфракрасная расходимость, она присутствует... Значит, все. Вот берем рассеяние на ядре и видим, что амплитуда рассеяния расходится инфракрасно, да? Ну, это, опять же, почему? Опять же, еще раз. Потому что упругий стечений нету, да? Нету. И эта расходимость должна сокращаться с расходимостью. Ну, вернее, так. Для того, чтобы сечения посчитать, мы должны взять интерференцию в этой амплитуде и этой амплитуде, да? Ну, сначала, вернее, взять квадрат вот эту сумму. В квадрате нет вообще никакой расходимости, а вот впервые расходимость появляется вот в этой интерференции, да? С чем она должна сокращаться? Она должна сокращаться с расходимостью в излучении фотома, да? В квадрате вот этой диаграммы. А эта диаграмма плюс еще, конечно, вот такая диаграмма, да? А мы же знаем расходимость в излучении, мы же знаем расходимость в излучении, да? Да. Что это такое? Расходимость – это есть расходимость в вероятности излучения. И мы знаем, что там есть инфракрасный логарифм, который идет от до омега до омега. И есть коллинеарный логарифм при больших энергиях, который идет от расходимости по углу излучения между этой частицей и этой частицей, между фотоном и излучающей его частицей. Вот эти вот логарифмы они здесь и сидят. Ну, разделение это несколько условно, можно переписать по-другому. Здесь написать логарифм, здесь не вас, что написать, а t. И тогда мы, в общем, это расходение условно. И если на самом деле просуммируют все вот эти два слоу-лифмических членов, оказывается, их можно во всяком порядке чего-либо возмущения просуммировать. И суммирование к чему идет? Экспонентчик? Экспонентчик, конечно. А как иначе? Сокращение инфракрасии и как же происходило у нас сокращение инфракрасии виртуальных поправок? Из-за того, что виртуальные поправки были в экспоненте, а потом реальные поправки собирались в экспонент за счет суммирования по числу излученных фотонов. Вот так. Да. Ну ладно. Нас, на самом деле, интересует сейчас не эта асинтетика. Асинтетика при малых t. При t много меньше, чем m квадрат. t много меньше. t много меньше, чем m квадрат. Но иногда rt, это есть единица минус альфа на 2d. Ну, расходимость-то никуда не делась. Это самая инфракрасия. Конечно, это алгоритм не будет ни в помене, потому что это калиниарный алгоритм. И он возникает только тогда, когда энергия много больше, чем масса электрона. Этот, конечно, этого алгоритма не будет, а этот никуда не денется. И он так и будет, и он такой же будет. И вот он будет у нас. Вот такой. Альфа на 3π. На 3π. На m квадрат. Да? А здесь будет t. Потому что f от нуля равно единице, да? f от нуля равно единице. t веще m квадрат. А здесь будет логарифм m клянда минус 3 восьмых. Ну, а g от нуля, это курица альфа на 2π, как вы говорите, да? Она определяет аналоги в ангельный момент. Ну вот. Вот есть поправка f от t, да? Поправка. И эта поправка, она, конечно, она определяет поправку к q. Да? q поправку. Потому что... Это легко сообразить, как она определяет поправку u. Да? Потому что... Если f от t была единица, то u было... чему было равно? Тельда уровня. Единица, наверное, а? Тельда уровня. Тельда уровня. А если f от t... А вот эта поправка, почему будет соответствовать? Она будет соответствовать дельтофункционной поправки. Ну вот, надо взять. Вот так. Что нам нужно взять? Значит, мы говорим, что если f от t было единица, то у было интеграл... Вернее, у сначала. Не для этого, а у. То, которое соответствует Борденскому приближению, да? Это был интеграл от... у от r. Было равно интегралу zq делить на q в квадрате, да? Е в степени iqr. Правильно? Да. С коэффициентом? Да, с коэффициентами. С каким коэффициентом? Ну, конечно, здесь был коэффициент... Какой у мы должны написать? Мы должны у написать zα делить на r минус... Да? Вот такой у. q. q. Энергия взаимодействия. Электронность. Едром. Вот она как. Вот она такая. Минус zα на r. Минус zα на r. Значит, а интеграл даст нам... Вот этот интеграл что нам даст? Он нам даст единицы на r, да? Единицы на r? Нет, он даст нам единицы на r. А что он нам даст? Как? Вот этот интеграл, как я вижу. Энергия взаимодействия не единицы, наверное, а... Два... Два кив куби... Да? Или... Нет, два кив куби, или нет, четыре киви. Всё. Как я его... Как я его вычисляю? Я беру лапассиан по r. Лапассиан... Лапассиан по r от этого интеграла... Это есть... Лапассиан от i. Интеграл я обозначил i. Лапассиан от i. Это есть... Минус... Два кив куби... Делька от r. Правильно? Потому что... Потому что... Минус два кив куби... Делька от r. Потому что... Потому что... Лапассиан... Беру... Минус два куби... Он соглашается... Эти куби... И получает два кив куби... Значит... А... Так... А с другой стороны... Лапассиан... Единственное... Это есть... Минус... Делька от r. Значит... И... Равно... Минус два кив куби... И... Равно... Сравниваем... Эти два выражения... И получаем... Сравниваем... У Правильно. Вот так вот. Вот так вот. Но мне это нужно вовсе не это, а мне нужно минус задальку делить наверху. То есть я должен умножить это на 4π делить на 2π в поле и делить. И умножить и на минус задальку. Вот что такое у меня УАТ. Это вот этот интеграл с вот таким множником. С вот таким множником. Замечательно. А теперь поправка. Что задержит поправка? Она вместо единицы на q в квадрате у меня вот такой вот множитель, где t равно q. t равно минус q в квадрате. t это не меньше трехмерная передача импульса. t равно минус q в квадрате. t равно минус q в квадрате. Т.е. t это у. Получаю, что t это у. t это у. Вот это. Это и есть. Ну сразу вычисляю. А, ладно, пока напишу. α делить на 3π на f в квадрате. Умножаю здесь логарифм. Логарифм t глянда. Минус 3 восьмых. Ну, правда, 3 восьмых это я на вас напишу. Ну ладно, пока напишу. Это у, которая поправка к энергии взаимодействия, которая идет вот за счет. Вот это вот 4. И я вижу, что она вот эта уравна. И дальше умножается. Здесь получается интеграл. После сокращения в квадрате получается 2π в квадрате. Поэтому 2π в квадрате сокращается. И получается еще, значит, надо умножить на 4π и на z α. Значит, получается z α в квадрате со знаком минусом. Нет. Так, delta u. Delta u от r. Получается, минус z α в квадрате умножить на 4π. Здесь остается тройка. А здесь минус четверка. Вот. Получается такая поправка. И здесь еще delta u от r. Такая поправка получается к энергии взаимодействия. Получается поправка к энергии взаимодействия. Такая. Да. Какая получается поправка. Ну и что же? Что же теперь? Что же теперь? Что же теперь? Ну, теперь, зная эту поправку к энергии взаимодействия, я могу изучить поправку к энергии взаимодействия. По невозмущенным состояниям. Усреднить эту поправку и получу поправку к энергии. А что же получается здесь? Какая-то расходимая что получается? Зависит от лянды. И что же нужно участвовать с этой гавной? А здесь надо понять, что на самом деле, вот это вот вычисление, вот это вот f, оно же было проведено для свободной частицы, для несвязанной частицы. да? Потому что вот, ну понятно, здесь d4k, здесь k в квадрате, и pk, и здесь pk, и здесь pk, да? Ну, из-за того, что частица была на массовой молековности. не стянутой молековности. А это, на самом деле, когда мы говорим о том, мы же хотим все-таки применять наше выражение, мы хотим применять для частицы, для электрона Варгана, для электрона Варгана, который в связанном состоянии находится, и в которой, конечно, его p квадрат не равно, и тогда когда, то есть, это вот, у нас расходимость, которую мы обрисали величиной Янга, она для электрона Варгана, естественно, обрезается, тем, что электрон связан. И расходимость обрезается энергией связи. Здесь интеграл, который здесь будет, это, вернее, константу, конечно, мы вычтить никак не можем, и логарифку мы можем только оценить. Ну, конечно, если постараться, то, может, вычтите константы, участие, если по практике реального случения, но, так грубо, мы можем пользоваться вот этими формулами, ля, частицы, на массовой поверхности, и говорить, ага, давайте учтем то, что частицы связанные, то, что ля заменим на электрич связи. И вот, а отдельная связь, какая у нас будет? Вот она. То есть, логарифм будет в стоянии, логарифм z α в квадрате. Вот, такой логарифм. Ну, это все-таки, это величина, это z равно 1, x, это логарифм α. Единственная α в квадрате, это все-таки довольно большая величина, и как-то, во самом случае, для оценки можно пользоваться этой формулой. Вот мы получили такую формулу для θу от n, а дальше подставляем, что нам нужно, к чему приводит усреднение? Усреднение приводит к тому, что это надо умножить, на psi от нуля по мот плюс квадрате, потому что мы умножаем на psi по мот плюс квадрате и интегрируем по всем рам. И для этого еду, получаем. А psi от нуля по мот плюс квадрате, что такое? Это есть это есть это есть это есть m m в кубе , делить на k И n будет зависеть только от главного матра числа. И, конечно, дельта L0. Только для S состояния. Все от нуля, отлично от нуля. Ну, потому что все, как ведет себя с L? Занятная функция ведет себя как R в степени L. Ну, вот поэтому. Значит, вот эту величину надо уложить вот на эту величину, вот на эту величину, вот на эту величину, вот на эту величину. И мы получили поправку к энергии. Мы видим, что этот уровень, вот у нас был P1-2, S1-2. Энергии были одинаковые. Но, с учетом поправки этой поправки, уровень P1-2 не двинулся. Ну, он на самом деле тоже сдвинется, но совсем мало. Мало. А уровень S1-2 двинется на вот такую вот величину. Вот это вот и есть этот сдвиг. И называется L0-2. Лемблсом сдвигом. Да? Этот сдвиг и называется Лемблсом сдвигом. Да. Да. Вниз двинется. А? Вниз двинется. И все, на самом деле он сдвинется вверх. Как я помню. А значит, где-то вот здесь знак должен быть плюс. А почему здесь знак должен быть плюс? Вот здесь знак должен быть плюс. Все я сделал правильно, но вот этот опять написал неправильно. Вот так. Вот так вот. Здесь плюс знак. Все. Здесь знак плюс, и здесь круглый вверх. Ну, вот, пожалуй, и все. Конечно, это ведь тема-то не исчерпаемая. Да? Да? Но, думаешь, что нам? Хватит и это. Все. До свидания. А, вопросы? Нет вопросов? Ладно, до свидания. Нет вопросов. Нет вопросов? Продолжение следует...